вон какой стул огромный кто не хочет отдохнуть посидеть так друзья когда проходит дождь на следующий день я обязательно еду куда грязи месяц загрузил немного тачек ну посмотрим что-нибудь поснимаем так а выступать у нас сегодня будет 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 вульва вольва эвакуатор щек гелик не эвакуатор щек черного цвета на эти два гелика между прочим и гелик не эвакуатор щек серого цвета взял все-таки 2 и сейчас будет нас тест резина как видите против чего вы уже наверное догадались а не увидите никак вы попробовать достать против вот таких вот дисков посмотрим здесь как бы честно борьба будет уже сто процентов потому что я сравнивал 4 на 4 и гелик или аксим не мог по моему 6 на 6 а здесь все четко 2 гелендвагена оба на бк-системе один на стоковых колесах а другой на тюниных острющих естественно мы их сразу в грязь не каким-то камням где там понятно что эти будут проскальзывать пилы здесь все четко так дальше самый интерес начинается холодрыга и приходится голыми руками лезть в ледяную воду чтобы утопить этот зил и чтобы его сейчас снять под водой на gopro по-другому никак были на руки просто леденеют просто дубак витрина холодная улице у нас между прочим всего лишь 6 градусов наверно ощущается обычно как плюс 1 вот так что сейчас будем вытаскивать сил вытаскивать будет его во львешник он тот он очень крутой прям вообще мне очень радует меня напомню это у нас что это аксиал второго поколения на китайских порталах которые пока не подвели на него установлены бака система жарит как только хочет и эвакуатор щек будет час вытаскивать лебезкой которая сзади установлена вот ворова крутой да ну сам к сама кабина как бы в четырнадцатом масштабе но красиво встал на 6 от десятки погнали дальше опять мойка всех этих ведер естественно и полная просушка сегодня поснимал еще вот это ведро то еще ведро оказалось да но на самом деле пока не заделано буду дальше делать дальше что друзья мы будем переходить к тесту к тесту мы будем тестировать сегодня новый гриль хо-хо-хо genesis 2 от вебера ну чтож пока был только пробный запуск что будет сегодня готовится да так по мелочи на самом деле посмотрим а для тех кто еще не знает что такое газовые гриле я ссылку ставлю на genesis 2 под видео заходить смотрите а еще лучше заходите на канал ивана маэстро барбекю который вас научит готовить и как на газовых так и на угольных грилях ну и при желании естественно у ивана можно приобрести вот собственно а где я приобрел данного монстра монстра огромный на 4 целых получается горелки плюс еще дополнительная 5 обычная как газовая плита баллон подключил сюда на 24 литра но чтоб наверняка его и надолго хватило здесь имеется еще дополнительные полочки вот можно складировать всякое а кстати говоря фишка фишка моделей 21 до получается года то что вы получаете уже решетку вот такую вот понимаете ромбиками обычно решетка была просто полосками якобы некрасивый рисунок на ваших стейках здесь все будет наоборот уже изначально очень мощно зверюга зверюга и так сегодня у нас супер рецепт лавашика я вас не научу готовить потому что сам толком не умею нам понадобится нож лучше которая чтоб на медведя чтоб наверняка что-то порезать потом сыр какой-то моцарелла лучше естественно помидорка одной хватит потому что у нас примерно 5-6 лавашей соль соль по вкусу и дальше у нас приправа итальянские травы не российские травы мы будем использовать только итальянские травы ну что приступим я не буду вам показывать я могу конечно так делать но не буду поэтому будем уже переходить готовому блюду прикиньте открыть четвертый канал который мы назовем rc buyer kitchen там не кухня ты в этом не всякие rc buyer kitchen обалдеть и ну с таким грилем все возможно друзьям и как научусь готовить чтоб нормально было чтоб вкусного знаете ли кстати говоря вот кто готовит всегда показывает на камеру и неизвестно что получается мы же вкус не чувствую но в смысле мы же через камеру не знаем вкусно у него там не вкусно она попробовала просто блин вообще супер вот я сейчас и попробую скажу супер сыра по факту откуда вам знать можно вообще просроченный здесь поэтому нарезаем сырок на сколько кусочков лучше побольше пакет не улетай еще нам нужен 3 ну короче 5 или 6 будет не надо 6 чтоб 6 лавашей был ой развалился ну короче лучше 5 перешите либо просто нож понимаете он на медведя создан и раз если что-то упало можно сразу брат на медведя и поэтому плохо режет мелкие такие кусочки надо крупняк мясо мясо есть мясо нас будет какой-нибудь все нарезали кое-как вот так плашмяш матки тут прочее помидорку выберем вот такую и и просто кругляшками нарезать это нам не понадобится помидорок много стоит дешевле сыра нарезать можно потолще на самом деле для вкуса мы не будем толстым нарезать вы прикиньте интересный канал будет никто не будет смотреть правда но самому интересно потом пересматривать и сколько я сказал пять или шесть сейчас я посчитаю 1 2 3 4 5 а этих шесть не сходится а мы знаете у нас это будет один микро лаваш это ленте будет микро лаваш вот с микро помидоркой опа такая микро микро толстая помидорка получилась и так дальше нам надо тарелку 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 короче сложим сюда так и быть а ну можно лаваш там салфетку нет салфетки мы будем тогда вот здесь вот нет второй доски пока здесь начнем с чего с помидоры давайте начнем с помидоры посолили кладем здесь вот не в центре смещаем туда немножко посолили кладем голобани смысле моцареллу посолили этот раз я посолю по моему мало и берем итальянские травы кто был в италии вы наверное там покупали оригинальные но у нас наверно тоже оригинальные итальянские хотя что могут туда засыпать никому неизвестно и приправа как говорится по вкусу приправа по вкусу готова теперь нам нужно сейчас я вспомню я извините мне еще на начальный канал такой готовки и поэтому я еще вспоминаю как здесь готовить кстати говоря достаточно толстый кусок получился этого лаваша можно поболее было вода обычная другую использую обычно ему прямо зачастил с лавашами ты ну ладно завернем вот так тебя и может вот так и режем естественно все что вот остается вот вот это вот это можно есть уже и прикол в том что вы наедитесь и вам уже готовы не захочется да погнали дальше тут у нас конвейер следующий следующий опять мне блин когда я тленкин будет там посолили эй морская соль не спи посолили положили опять посолили 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 нет засыпает блин посолили и поперчили по вкусу это ничего себе вкус то у меня такой куда деть что делать нас такому не учили в кулинарной школе будем импровизировать короче раскидал так это куда-то разлетится куда-то потом съесться отдельно но мощный лаваш конечно мне кажется слишком толстый надо вот другой покупать так как я заворачивал можно так завернуть чтоб не было толсто и у вас одна часть будет не закрыта что не очень блин потому что сейчас мангал так разжарит так мы будем на медленном огне какой-то кривой получился ладно бы это был первый блин как говорится но это у нас уже не первый это второй блин резанем и опять же это можно съесть вот у кого собака у того собаки едят но у меня собаки не она приходится самому ничего не поделать поехали дальше о ленкин ленкин лаваш поехали так ох обратно скажет ничего себе папка ты тут посолил то мне закладываем опять посолили ну в принципе все то же самое может на перемотку просто поставить или вообще скорость увеличить x3 поставить хотя youtube такого еще не придумал все блин погода сегодня вообще класс ветра практически не даже пакет не хочет улетать никуда так посолил я второй раз наверное да складываем теперь складываем в эту сторону тоже складываем и завернем давайте вот как первый я заверну а хотя это неправильно как 1 заворачивать лучше как 2 вот так вот 1 2 и готова все короче остальные лаваши готовятся полностью аналогично поэтому переходим уже к следующему блюду или чему-то приходила я наелся дополнительная комфорка в столике это вообще чудо изобретения просто просто отмена посмотрите греете что хотите хоть чайник хоть гарнир хоть хоть соусы да в общем-то класс и опять же это столик как и здесь автоматом получается зажигаем всегда только в открытом положении и для начала просто разогреваем до двухсот пятидесяти по моему градусов а потом уже начинаем готовить там что требуется чего смазывать как я готова кто-то он готова кубачок не я español и пойдем И не буду. А это что за злесиска? Злесиска в кисти. Надо было отделить сначала. Итак, пробуем чевапчичи. Не знаю, как деда чевапчичи готовит, скажи мне. Ну, они кладут только не на, ну, это как оно. Решётку закрывают и жарят сколько-то. Пять минут, кажется. Пять минут. Так, ну это первая порта. Можно параллельно, сейчас мы поставим овощи. У меня не всё нарезано, но мы начнём с кабачков и морковки. Давай попробуем. На, держи вот это двумя руками. Чик, чик, чик. Фишка четырёх загорелок, то что сейчас здесь меньше жара, а там больше жара. Попробуем. Всё, неси на стол. Сейчас ждём и смотрим, я не знаю, что там получится. Я не знаю, но, короче, стейки готовят на двухстах градусов, там с чем-то. Видите, сколько надо держать? В интернете нет инструкции, но будем пробовать. Держи. Хорошо, держи. Тарелка ньётся. Может у тебя провалиться. На кроссовке. Но ничто не проваливается. Опа, тяжелее. Ещё тяжелее. Ещё тяжелее. Ещё тяжелее. А что там бургер надо обжарить было? Я не знаю. Неси бургер. Может там трое суток срок годности написано? А в Магдаке греют булки? А, Оль? Я не знаю. Наверное. Так, ну покажешь в одной тарелке всё. А что, снимать нормально или ещё пожарить? Не знаю. Ну я не пробовала, Игорь. Какое я могу судить? Короче, там одна партия будет лежать. И так, пробуем готовить там лаваши, которые мы с вами готовили недавно. Заглядываем. О! Кстати говоря, вот красивый рисунок получается на ковачках. Вот. На улице так холодно, что переворачивать можно даже руками. Приятно. Хотя бы руки согреешь. Ну вот пока я просто не знаю, сколько градусов, ой, сколько давать мощности на эти две горелки, чтобы лаваши приготовились. Но я думаю, там на самом деле уже моцарелла давно расплавилась. Но ещё прибавим газку, так сказать. А по поводу кабачков вроде нормально. Даже вот на медленном они нормально зажариваются. Рассказывай. Как лаваш? Ну лаваш вкусный приготовился или нет? Я же не знаю. Ну хрустит, вот видно. Вроде нормально. Всё потекло уже из них. И, как видите, не пригорели. То есть можно чётко контролировать процесс готовки. Главное, чтобы Ленка была сытая. Она когда сытая, она добрая. Ты подобрела уже? Угу. Ну хорошо. Так, дальше пробуем ещё из индейки. Как они называются? Купаты? Да, купаты. Вот. То есть прибавил здесь жара на эти две. Те две поменьше с этими овощами. И тут греем. Так. Ну что? Купаты, да? Купаты, по-моему. Я уже забываю, как они называются. Я такие вообще редко. Шашлык, шашлык. А тут магазинная. Поехала? Всё готово. Сейчас будешь первое пробовать, потом расскажешь, каково. Вкусные, невкусные. Так, а это вторая партия этих. Пусть готовится. Так, теперь мы здесь. Здесь убавим чуть-чуть. Вот. И у меня дальше снова партия кабачков. Сейчас я их разложу. Ну что? Последняя партия кабачков готова. Всё готово. Уже все объелись. Никто ничего не хочет есть. Итак, дальше нужно помыть. Его, точнее не помыть, а прочистить немного. Как видите, температура сейчас маленькая. Всё убавлено. Что-то выключено. Включаем пару горелочек ещё. Разогреем. Дадим газку. А ещё сирзон. Это вообще просто. Это пятая горелка, которая здесь по центру стоит. Разогреем, наверное, до 250. И потом щёточкой всё это дело почистим на горячую. Итак, скоро будет 250 градусов. Давайте посмотрим. На самом деле на трёхстах. Очень хорошо видно, как всё горячее там вот эти вот треугольники. Я уже забыл, как они называются. У них такое странное название. Вот. Ну, мы сейчас разогреем дальше. И будем щёткой чистить. В общем, штука крутая. Всем, естественно, рекомендую. Ссылка на неё есть внизу под видео. Найдёте также на магазин, грубо говоря, где купить. И на канал Ивана Маэстро Барбекю. Так что заходите, смотрите. Делайте правильно выбор. Грилей тоже. Иван вам в этом поможет. Пока.